Региональные социальные льготы. Эта тема в последние несколько дней вызывает немало вопросов. Прежде всего у Ежкаролинцев. В выпусках новостей телеканала «Регион-12» мы уже сообщали о том, что поддержка региональных льготников будет расширена. Число получателей льгот вырастет за счет того, что они в равномерии станут доступны жителям всех районов республики. Ну а в Ежкароле действия льготных проездных на троллейбус приостановили всего на три месяца. Именно такой срок отвели себе городские власти для того, чтобы не только уточнить число действительно нуждающихся в этой помощи ежкаролинцев, но и реально обеспечить поддержку жителей столицы республики получателей региональных льгот. С 2012 года дополнительно к федеральным и региональным льготам власти Ежкаролы предоставляют льготу муниципальную для пенсионеров по старости и школьников. Это право приобретать проездные билеты дешевле их стоимости. При полной стоимости проездного билета в 700 рублей пенсионеры по старости имели возможность приобретать льготные проездные билеты за 600 рублей, а дети, обучающиеся на дневной форме обучения в муниципальных школах, приобретали проездные за 440 рублей. Таким образом, размер муниципальной льготы при покупке проездного билета на один месяц для пенсионеров по старости составлял 100 рублей, для школьников – 260. Кстати, эти меры муниципальной поддержки населения есть далеко не везде. В соседних Казани, Чебоксарах и Кирове такие льготы отсутствуют вовсе. Однако данная муниципальная льгота пользовалась крайне низким спросом среди горожан. Названной льготой пользовалось около 1000 пенсионеров в месяц, что составляет немногим более 1% от общего количества пенсионеров, проживающих на территории города Ишкарлы. Их, как известно, у нас составляет 77 тысяч. Среди школьников в среднем данной льготой на право приобретения льготного проездного билета в троллейбусном транспорте пользовались порядка 1800 человек. Процент тоже не очень высокий, он составляет от общего числа школьников 8%. Невостребованность муниципальной льготы среди пенсионеров обусловлена наличием более существенных мер социальной поддержки, предоставляемых региональным и федеральным льготникам. Так, 35 тысяч из 77 тысяч пенсионеров Ишкарлы являются ветеранами, и они уже получают транспортную льготу в большем размере из вышестоящих бюджетов. А родители не приобретали школьникам проездные билеты в большинстве случаев, потому что школа обычно находится рядом с домом. Однако тема о приостановке муниципальной льготы уже стала предметом бурных обсуждений. Депутат собрания депутатов городского округа города Ишкарла, Андрей Владимирович Заболоцких, на одной из очередных сессий в интервью сказал, что он против отмены льгот для вышеназванных категорий граждан, и он выступает за сохранение этих льгот. Следует подчеркнуть, что муниципальную льготу на проезд в троллейбусном транспорте пенсионерам по старости и школьникам никто не отменяет, а лишь временно приостанавливает. Таким образом, муниципальная льгота для пенсионеров по старости и школьникам на проезд в троллейбусном транспорте не отменяется, а временно приостанавливается на короткий промежуток времени для решения организационных и технических вопросов. Временная приостановка муниципальной льготы на три месяца до 1 апреля 2017 года обусловлена необходимостью разработки механизма взаимодействия вопроса с перевозчиками для компенсации выпадающих доходов, а также для оказания адресной поддержки пенсионерам. Следует отметить, что временная приостановка данной преференции никак не влияет на предоставление льгот на проезд федеральным и региональным льготникам, тем пенсионерам, которые составляют абсолютное большинство пенсионеров, проживающих в Ишкар-Оле.